Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается несоблюдение требований правил нахождения в зонах повышенной опасности. Переход, хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. Ситуации на самом деле бывают разные. Часть подростков пытается перебежать через рельсы, потому что им лень идти до пешеходного перехода. Примерно раз в неделю с электричкой поездов снимают зацеперов. Бывают пытаются проникнуть на территорию любителей граффити. Регулярно на объектах железной дороги задерживают подростков, пытающихся сделать эффектные фотографии. Какие последствия таких поступков могут быть, я узнаю о моих сегодняшних гостях в студии. Алла Нечесова, начальника отдела по делам несовершеннолетних Средневоложского линейного управления МВД России на транспорте. И Юлия Макова, помощник Куйбышевского, транспортного прокурора, юрист первого класса. Здравствуйте, уважаемые гости. Да, ну вот буквально недавно мы с вами встречались. Был повод, да, значительный, внушительный. И сегодня не менее важный повод, Алла Альбертовна, я прошу вас о нем рассказать. Я хочу поговорить с родителями, обратиться к родителям, обратиться ко взрослым гражданам. Вот было, с одной стороны, отрадно, радостно сердцу. Как человек, железнодорожница, обычная женщина, вот огромное спасибо ей, такая неравнодушная, не прошла мимо. В четверг маленькая девчонка, на вид три с половиной года, бегает по проезжей части и пытается то ли перебежать, то ли убежать. Ну, ребенок есть ребенок, ее пугают машины, эти гудки, идут десятки граждан. Конец рабочего дня, уже пять часов было, начало шестого. Никто не остановился, кроме вот этой женщины. Она швырнула свои сумки с пакетами, выскочила, схватила эту девчонку, прижала к себе и пошла к нам в транспортную полицию. Для нее, для железнодорожницы, полиции, это мы, транспортники, на вокзале. И рассказала нам всю эту историю. Ну, естественно, мы приняли неотложные меры. Мы сразу же поставили в известность социальные службы, это опеку и попечительство. В течение двух минут был подготовлен у нас приют, в который мы должны были девочку везти, ну, предварительно отправив на медицинское освидетельствование. Но что я хочу сказать? Вот люди везде неравнодушные, да? Ну, а представляете, если с этим ребенком что-то произошло бы, несчастье какое-то. Вот я считаю, вот у нас, я всегда про это говорю, вот у славян, да, чадолюбие – это в крови. Ну, это любой ребенок, это наш ребенок, свой ребенок. Чужих детей не бывает, да? Чужих детей не бывает, да. Ну, почему же только вот она одна, а все остальные проходили мимо? Секунда, и ребенка бы не было. То есть, вот это действительно вопиющий случай, я поэтому хочу обратиться к родителям. Уважаемые родители, кто живет рядом с железной дорогой, с проезжей частью, да вообще любые родители. Сейчас наступает летнее время, дети пойдут гулять. Порой за ребенком не уследишь, особенно те, кто живет в частном секторе. Вот как в данном случае, они живут в частном секторе, в таком частном доме. Ну, будьте вы внимательны к детям. Сколько у нас случаев было, когда ребенок пропадает, то буквально вот, только что он был, и раз его нету. А все из-за чего? Из-за того, что мама с папой не обратили внимания. Из-за того, что бабушка с дедушкой на дачу неслись занимать место в электричке, а ребенок потерялся, толпой его отнесло, и он бедненький стоит и плачет. А бабушка с дедушкой уже в электричке сидят и ищут. Будьте внимательны к своим детям. Всегда ребенок должен быть у вас взят за руку, если это маленький ребенок. Если ребенок побольше, он должен быть в поле вашего зрения. Проведите с ним беседу, прежде чем ехать, о правилах поведения. И не забывайте, что все начинается с вас, с вашего поведения, с вашего отношения к безопасности. И я уверена всегда, вот я всегда про это говорю, забота о безопасности детей – это и есть проявление любви к нему. Вот пошли мы домой к этой девочке. Мама спит. Да, чем закончилась история? Мама спит, у мамы четверо детей. Живут они в комнате, 16 метров. Мама, папа и вот четверо детей. Маленький-маленький мальчик до года и три девчонки. Это вот из девочек самое младшее. Ну, конечно, очень стесненные обстоятельства. Антисанитария. Холодильника нет. Ну, конечно, сейчас службы социальные помогут, обследуют все, расследуют. Но что мешает маме навести порядок в доме? Убрать этих насекомых, тараканов, убрать клопов. Ну, у тебя дети живут. Почему на полу вся детская одежда, вы ходите по ней, вот пинаете этими ногами? То есть, опять же, это что? Это равнодушие родителей. Там они не пьющие, нет. Там не бог весь какой-то, что-то там безобразное. Продукты есть. Есть, казалось бы. Вот они стоят. Но, опять же, все в насекомых. Это, опять же, отношения. Одежда у детей есть, но она валяется вся на полу. И взрослые ходят вот по ней. Ну, как так? Вот валяются детские штанишки, детские курточки. И мама прошлась по ним, запинула туда, запинула сюда. Ну, это, опять же, это равнодушие. Да. Как вы прокомментируете эту ситуацию, Юлия Альбертовна? Ну, в данной ситуации, как бы, комментировать даже не очень-то и хочется. Потому что это очень печально, когда дети в родной семье получают вот такое отношение от родителей. Как бы, вот, Алла Альбертовна и, как бы, ее службы уже, как бы, составили протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях в отношении мамы. Вот. Но, как бы, в связи с тем, что совершено правонарушение в первый раз, там, как бы, штраф от 100 до 500 рублей. Как бы, сумма, она незначительная. Я не знаю, насколько повлияет вообще на поведение родителей данная мера. Данные визиты, мера. Да. Ну, как бы, может быть, в данном случае можно было бы поместить ребенка в приют, навещать его, как бы, принять какие-то меры к повышению материального положения в семье. Ну, вот, как я понимаю, что... Хорошо. Скоро весенние каникулы. Алла Альбертовна, я прошу вас, давайте вот сейчас порассуждаем на эту тему, травматизм на железной дороге. Именно вот о чем стоит сейчас предупредить подростков? Подростков предупредить надо о том, что, ну, безнадзорное нахождение на объектах железнодородного транспорта обязательно влечет за собой что-то нехорошее. Это или правонарушение подросток совершил, или в отношении него совершили правонарушение, или, извините, это летальный исход, потому что смертельный, опасный случай. Да, сейчас будет солнце, день увеличился, и мальчишкам, да и девчонкам тоже хочется каких-то приключений, острых ощущений. Да, пойдут на железные дороги. Маленькие пойдут камушки накладывать, монеточки накладывать. Большие куда-то будут бежать, весна, на свидание, в кино, еще куда-то. И мчатся вне перехода, быстрее-быстрее, перед близкоидущим поездом. Показать девчонкам, какой я удалой, какой я лихой. Ребят, жизнь, она одна. И несоблюдение элементарных правил ведет за собой, ну, серьезнейшие последствия. Одна секунда, один момент, и вас уже нет на этом свете. Или вы будете любоваться всей жизнью, как ваши ребята, товарищи, растут, взрослеют, влюбляются, только из окна. Почему? Потому что можете остаться инвалидом. Ни в коем случае нельзя перебегать пути перед близкоидущим поездом. Нельзя разжимать двери электричек, в окно высовываться. Это все транспорт, он железный, ему ничего не будет. А ваша жизнь одна. Жизнь, она очень хрупкая. Поэтому надо внимательно относиться. А ко взрослым я хочу обратиться. Вот на примере вот этой женщины. Ну, увидели вы, что девчонки и мальчишки хулиганят. Ну, увидели вы, что какая-то игра их зашла уже куда-то слишком далеко. Одерните. Сделайте замечание. Порой этого достаточно. Нет. Ну, телефон полиции знают все. Вызовите. Непременно приедут. Непременно приедут и наведут порядок. Почему? Потому что, повторяю, безопасность детей, ну, это общий наш вопрос. Чужих детей не бывает. Правильно вы сказали? Да. Юлия Альбертовна, скажите, пожалуйста, а вот ваше ведомство какую профилактическую работу проводит в этом направлении? И помогает ли семья, общество вам ее вести? Ну, наша профилактическая работа заключается в том, что мы совместно с сотрудниками Средневоложского УМВД России на транспорте проводим рейды. Мы также посещаем неблагополучные семьи. Одним из наших именно направлений, нашей прокурорской деятельности, мы как раз-таки проводим мониторинг интернет-пространства, выявляем сайты, где как раз-таки проводится пропаганда зацепинга. Опять же, очень дивный способ зарядки телефона от рельс. Вот мы выходим с исковыми заявлениями в порядке статьи 39-й кассы и блокируем данные сайта. Что хотя бы таким вот образом оградить детей от этой информации. И вот нужно отдать должное, что если раньше мы заходили в тот же самый YouTube и зацепинг, зацеперов, роликов, пропагандирующих зацеперов, был каждый второй свободный доступ, то сейчас их практически не стало. Но везде требуется уже вход в аккаунт, везде видео размыты, то есть уже как бы... Работа проделана, да? Работа, да, проделана. И ведется самое главное. И ведется самое главное. Да, но вот по поводу работы и ваших рейдов, ну где-то месяц назад мы снимали сюжет, как ваши коллеги проводили вот именно такие рейды, работу с подростками, и давайте, конечно, вместе его посмотрим. Прогулка по железной дороге и переход на красный свет могут обернуться трагедией. По данным правоохранителей, это самые распространенные причины травм и гибели на путях. Движущийся поезд быстро не остановить, его тормозной путь в зависимости от веса в среднем составляет около километра. Чтобы не допустить правонарушения, на железной дороге проводят постоянную профилактическую работу. Размещают информационные и предупреждающие плакаты, ведут разъяснительные беседы в школах, организуют рейды. Самое дорогое – это наша жизнь и здоровье, жизнь и здоровье граждан, жизнь и здоровье детей. Здесь тут находится много учебных заведений рядом с этой платформой. Дети, подростки пользуются транспортом. Очень часто встречаются граждане, которые с маленькими детьми переходят в неположенных местах, с грудными детьми на колясках. То есть проходят подвергать не только свою жизнь, а жизнь вот таких маленьких детей. Работники Самарской дистанции пути совместно с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД на транспорте провели рейд в районе платформы «Мирная». Пресекли более 10 правонарушений, связанных с хождением по железнодорожным путям в неположенных для этого местах. В основном нарушают подростки. С молодыми людьми провели разъяснительную работу, им еще раз напомнили правила безопасности и рассказали об ответственности за нарушения. Железная дорога является зоной повышенной опасности, поэтому необходимо соблюдать правила поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Переходить железнодорожные пути нужно в специально оборудованном месте и только на зеленый сигнал светофора. Посмотреть налево, направо, снять капюшон, наушники. И вот только такие простые действия могут спасти человеку жизнь. Трагедией может стать беспечное, безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работы дети забираются на крыши вагонов, беспечно бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге. Уже в этом году на дворе февраля у нас уже два случая. То есть статистика печальная. Раз идет взрослый, соответственно, ребенок уже автоматически воспринимает это, что можно так делать и повторяет, и делает так же. И никто из взрослых, не задумываясь, машет рукой и говорят, а, меня это не коснется. Но, к сожалению, статистика говорит об обратном. Нельзя переходить железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Подскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не стойте на линии, обозначающей опасность. Оступившись, можно упасть на рельсы под приближающийся поезд. Нет, ничего важнее человеческой жизни, а детской жизни – это самое ценное. А вот давайте поговорим, вы сказали, зацепинг. Но ведь еще и селфи, экстремальные селфи, другие подобные увлечения, нездоровые на железной дороге. Вот вы работаете с подростками. А как вы считаете, с чем вообще связан вот такой нездоровый интерес к подобному увлечению? Хочется экстрима, хочется показать себя, проявить себя, как-то показаться интересным другим, своим товарищем. Вот вы знаете, у подростков такая психология. Чем хуже я поступил, чем вот мой поступок более вызывающий, чем круче я в глазах своих товарищей. Вот я считаю так. Потому что когда начинают с ними разговаривать, нормальные ребята, нормальная семья. Дома об этом ведут разговоры постоянно. Но вот что-то переклинивает, и вот как-то реализовать себя в чем-то другом не может. Ну вот хотя бы так показать. То есть, ну что вам сказать, это может какой-то, может, подростковая болезнь такая. Ну поэтому надо как-то увлекать ребенка чем-то, чтобы у него не было времени на глупости, какой-то досуг организовать. Я всегда говорю, возьмите своего ребенка, возьмите его друзей и сходите куда-то. Сделайте что-то все вместе, чтобы детям было интересно. Отвлеките от этого. И тогда вы узнаете много нового и о ребенке, и о его друзьях. Ну а можно, ведь, как известно, у медали есть две стороны, да? Может быть, вот такой нездоровый интерес к железной дороге можно обратить и в другую сторону. Если ребенка тянет, так у нас есть всевозможный музей. Есть, есть. Институт железнодорожный. Да можно просто. Вот, кстати, а можно ли просто организовать экскурсию? Да, конечно. Мы каждый год, вот сейчас начнутся школьные лагеря, будет каждая минута, каждый час расписан. Даже сейчас, вот весенние каникулы, да ради бога, классы приходят, замечательный музей железной дороги. Прямо на вокзале. Кстати, бесплатный для школьников. Экскурсовод пришли, все рассказала, все показала. Подняли их на смотровую площадку. Да, не на... Где улица, где 7 ветров? А в закрытом помещении стеклянное, такая панорамная. Ну, то есть, есть на что посмотреть? Есть. Ну, кроме того, многие ребята, вот, после 9 класса идут в техникум железнодорожный с удовольствием. Даже не те, которые вот железнодорожные династии. А вот в том году у нас, вот если вспомните, мы проводили акцию «Дети детям». И там мальчишки-то у нас ползали по асфальту рисовали. Сними наушники, возьми ребенка за руку. Двое поступили в техникум железнодорожный. Хотя и не думали. Вот так их заинтриговало, так им понравилось вот само отношение. И поступили. Да, вот казалось бы, какое-то небольшое мероприятие сыграло какую же главную роль в жизни, в выборе профессии. Юлия Альбертовна, скажите, пожалуйста, вот как можно с точки зрения прокуратуры противостоять вот таким деструктивным хобби? Ну, противостоять с точки зрения прокуратуры мы, конечно, не можем. Мы можем только проводить какие-то профилактические меры. Противостоять тут уже, наверное, все-таки должно быть дело в семье. Как правильно говорит Алла Альбертовна, нужно общаться с детьми, нужно общаться с их друзьями. Но вот хотелось бы вот вернуться как раз-таки вот то, что именно почему они делают эти селфи, почему они вот этот зацепинг делают. Потому что, как правило, сейчас у современных детей реальные друзья отсутствуют. И эти ролики зацепинга, эти селфи на опасных объектах, на мостах, на цистернах, это для того, чтобы у них появились виртуальные друзья, которые их смогут оценить, которые поставят им лайк, они не будут себя чувствовать ненужными. То есть это все от того, что дети чувствуют себя просто одинокими. Выход? Больше общения? Общение, человеческое общение, да? Алла Альбертовна, а какие еще последние случаи можете привести, но опять же, все-таки связано с сезонностью? Сейчас работа вам прибавится? Конечно, прибавится. Во-первых, у детей появится масса свободного времени. Дети вы подчас некуда этого времени. Правильно сказать, что хочется новых друзей, хочется что-то нового, хочется проявить себя. То есть пойдут куда ближайше? На железную дорогу. Если живут на даче все лето, опять же, там скучно, там бабушка с дедушкой, которая заставляет полоть грядки. Опять же, куда пойдут, если рядом железная дорога? Были у нас случаи, что мальчишек поступают сигналы от машинистов, кто-то обкидывает поезда, выезжаем на место, кто-то, два мальчишки, третиклассника, играют в войнушку. Залегли в кустах, идут поезда, они партизаны, они обкидывают эти составы. То есть они все в игре. Они что-то прочитали или что-то посмотрели накануне. И вот все в игре. Опять же, ну, это нарушение. Они кидали камнями по поездам. Но, взрослые, где вы? Где вы? Почему дети ваши весь день играют в партизанах? Вы даже не знаете, где они это делают. Или две девчонки. Залезли, одна из них залезла на мачту. Мачтовый светофор. Вернее, на мачту. Это металлическая такая конструкция огромная. И вот представьте, по ней залезть. Во-первых, там может током так ударить, что слетишь. Она стала себя на фоне наших волжских просторов фотографировать. Она увидела вдали поезд. И рука у нее соскользнула, и она упала вниз. Слава Богу, она отделалась только переломом и стрясением мозга. Ну, это так вот относительно, слава Богу. Мог ребенок погибнуть, могло бы быть и хуже на всю оставшуюся жизнь. Поэтому будьте внимательны летом. Определите своих детей. Путевку в лагерь можно взять, можно. Я повторяю, это только ленивый не берет. Это и в отделах лохопейки их дают. Это и дают в администрациях районах, если написать там заявление. Это и родители заказывают путевки, сайт специальный есть на все три месяца. Сейчас вот уже будут их эти путевки занимать места, бронировать места на все лето. Да, пожалуйста, только ленивый может не взять. Куда-то, в конце концов, купить. У нас возвращают там до 30 тысяч. Досуг ребенка, летний отдых можно организовать, чтобы он был под присмотром. Ну, в конце концов, у нас есть деревни, есть дачи, куда даже с родственниками можно поехать организовать ребенку. И опять же, что еще хочу сказать для старших детей, которые летом нам приносят наибольшее количество беспокойства. Это есть у нас молодежная биржа трудоустройства, там можно очень прилично заработать. А комиссию собирать материал, документы, надо уже сейчас, потому что там действительно, там серьезная комиссия. все берут. Вы имеете в виду сейчас молодежный центр Самарский, наверное, да? Да, 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 да. Пожалуйста, ради Бога. Они сейчас круглогодично работают, но в каникулы в летние большой наплыв. Пожалуйста, работайте, заработайте себе деньги. Я повторяю, там приличная зарплата и приличная премия в конце работы. То есть, ну, можно всем устроить. В секциях, в секции спортивные лагеря. Да ну просто, на выходных, вот я повторяю, мама и папа, ну возьмите вы в Атагу мальчишек и девчонок, возьмите еще таких же беспокойных родителей и съездите куда-нибудь. К вам на дачу, к ним на дачу, просто на природу, да просто на лодках, на байдарках. Может быть, это будет самое яркое впечатление у детей в детстве. И просто нужно обязательно помнить, что железная дорога это не место, не место для игр, не для фотографий, не для каких-то развлечений. Юлия Альбертовна, скажите, вот какие цифры по травматизму можете привести сегодня? По травматизму несовершеннолетних я могу сказать, что у нас, конечно, резкое снижение, у нас снижение в 5 раз. Суеверный в этом случае человек, да я тебе постучу. Дай бог что. Дай бог. Потому что работа проводится гигантская, может быть, это и плоды нашей работы, но не дай бог с каким-то ребенком что-то случится. Вот самое страшное идти в семью и приглашать на опознание. Это осиротевшая семья, осиротевшие родители. Это вот эти ужасы в глазах, которые не верят, что с их ребенком что-то случилось. Это очень страшно. Очень. Алла Альбертовна, я ведь знаю, что вы проводите еще и работу с детьми, с подростками, которые как раз живут около железной дороги. Ну и понятное дело, это ближайший объект и в шаговой доступности, да, и можно, конечно же, нельзя этого делать, но тем не менее дети и подростки приходят. Вот расскажите о важности именно работы с этой категорией. Ну, во-первых, мы проверяем детей по месту жительства, проводим беседы, особенно с теми детями, с теми семьями, которые уже попали в поле нашего зрения, где не совсем благополучно в семье, где ребенка уже задерживали на объектах железнодорожного транспорта. Ходим мы туда с территориальными органами внутренних дел, с прокуратурой, с отделом опеки и попечительства, с центром семья. То есть мы их в покое не оставляем. То есть они чувствовали, что напряжение, что они под контролем под нашим. Ну, кроме того, вот сейчас будут летние каникулы, школы тоже там находятся рядышком, там же, где дети живут. В эти школы мы пойдем. Вы знаете, большое количество начальных, да почти все дети начальных классов, особенно в июне, ходят в школьный лагерь. Почему? Потому что, ну, во-первых, там присмотр, там их покормят, и там досуг занят. Их там и в театр будет, и в кукольный театр, и даже вот в музее железной дороги. Везде они ездят, везде они ходят. Поэтому, ну, как вам сказать, будем, мы в пересменок, когда вот в обед дежурить обязательно, мы обязательно днем, особенно, знаете, где вот наше самое опасное место сейчас, это где железная дорога через, из Запонского к ленте ведет. Ну, это какой-то вот прям беспредел в отношении взрослых там даже, которые тащат за собой детей. А оборудовать как-то это нельзя, чтобы исключить. Оборудовали. Вы не поверите, оборудовали. Администрация железнодорожного района так суетнулись быстро. Мы только их попросили наладить движение автобусов. Они все жаловались. Ой, автобус номер 3 плохо ходит. На следующий день расписание поменяли, увеличили количество. В каждом автобусе, на каждой остановке, на каждом столбе повесили расписание этого автобуса. Но опять те же самые люди опять идут. Почему? А нам здесь удобно. А мы здесь привыкли. Когда их начинаешь говорить, вы понимаете, вы идете с детьми. Вот вы так привыкли. А ребенок вас тоже должен привыкнуть и так же себя вести. Вот тогда начинают мяться. Вот тогда начинают что-то говорить. Запомните, уважаемые родители, вы пример, вы образец для своих детей. Да, сегодня дети, завтра народ. Есть такая, да, очень мудрая поговорка-пословица. Но у нас осталось несколько минут. Еще хотелось бы обратить внимание, весна идет. Весне дорогу. Да, весне дорогу. И очень-очень активно сейчас тает лед. И, конечно, сейчас вот это тоже проблема. И МЧС, и ГИМС, и вы проводите профилактические рейды, как раз вот курсируя, да, линию набережной, чтобы не было таких случаев. Поэтому, Алла Альбертовна, пожалуйста, призыв. У вас это очень хорошо получается. Что можно сказать, да, на последовременном? Что можно сказать? Что все, по Волге уже пешие переправы, вот так, где я хочу идти, закрыто, запрещено. Это смертельная опасность, уважаемые родители. Если только вы услышали, что ваши дети там за вербой собрались или еще зачем-то, да все, у нас уже навигация открывается. Уже нельзя ходить. Почему? Потому что с середины Волги телефон не возьмет. Никто не увидит, никто не услышит. Поэтому ходить по Волге сейчас нельзя. И все будут штрафоваться. Родители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей будут привлекаться к ответственности. Почему? Потому что предупреждают, потому что говорят, потому что висят объявления, что нельзя ходить. Все предупреждены. Ну а дети, соответственно, с 16 лет тоже будут привлекаться к административной ответственности. 16 лет все, это возраст, с которым начинается ответственность. И, естественно, мы пойдем в школы, и вот сейчас мы проработали такую форму работы, что в режиме онлайн мы проводим классные часы и родительские собрания. Именно с родителями и с детьми. А один раз у нас получилось дети с родителем. Так это вообще замечательно получилось. Рассказали о всех бедах именно родителям в присутствии их детей и детям в присутствии родителей. Эффектно было. Эффектно. Глаза открылись у многих. Поэтому особенно школы могут нас пригласить, те, которые дальние. От железной дороги они далеко. Но вот школа на просеках, например. Волга-то у них рядом. Пожалуйста, мой телефон 8-999-701-30-25. В любую школу мы урок проведем. И родительское собрание тоже. Обращайтесь. Спасибо вам большое. Ну и напоследок пару слов Юлия Альбертовна. Что бы хотелось сказать? Мы тоже хотелось бы обратиться к родителям. И напомнить, что Алла Альбертовна сегодня забыла совсем про всеми нами любимую тему наушники и капюшон. Вот как бы еще раз обратите внимание на то, чтобы объяснить детям о том, что нельзя переходить ни в железную дорогу, ни в дорогу автомобильную, в доушниках, в капюшоне, что в любом случае нужно, если автомобильную переходишь, убедиться, что водитель тебя видит. Ну а на железной дороге как бы мне кажется, что без крайней необходимости нужно детям объяснить, что делать им там абсолютно нечего. Это очень опасно. Действительно, у нас жизнь одна и одна секунда в общем-то решает все. и как потом в дальнейшем люди будут это переживать. Даже не хочется об этом, честно говоря, вот и думать. Ну что ж, спасибо вам большое за, как всегда, интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. И я тоже хочу сказать пару слов взрослым. Когда увидите вот такую ситуацию, ребенок переходит железную дорогу в неположенном месте, пожалуйста, остановите, окликните. И вот порой пару фраз, да, может спасти человеку жизнь. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова